Это можно назвать движущимся планетарным шедевром. А увидеть его можно в королевском планетарии Эйси Эйсинге 18 века в нидерландском Франекере. Это национальный памятник страны, а также старейший действующий планетарий в мире. Теперь же его номинировали в качестве нового объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В список его включат, если совет даст зелёный свет на заседании в сентябре. Эйсинге построил модель планетария в гостиной своего дома. Спустя 242 года он по-прежнему в рабочем состоянии и своей первоначальной форме. «Мы уверены, что он действительно заслуживает права находиться в списке. Дело только за руководством ЮНЕСКО». Сам Эйсинге создал планетарий, чтобы опровергнуть предсказания о том, что некоторые планеты находятся на пути столкновения, и конец света неизбежен. «Гениальность Эйсинги до сих пор впечатляет людей. И это прекрасный пример того, как люди думали в 18 веке, в эпоху просвещения, и как они пытались популяризировать астрономию и показать её людям». Механизм планетарной системы очень сложный. Его приводят в движение деревянные валики с тысячами железных штифтов. «Эйсинга построил над потолком огромный зубчатый механизм, приводимый в движение маленькими часами. Благодаря этому всё здесь постоянно движется. Людям это сложно увидеть, поскольку движение очень медленное. Самому медленному объекту требуется 29,5 лет, чтобы пройти один оборот по комнате». Планетарий и остальная часть дома Эйсинга – одна из самых посещаемых туристических достопримечательностей города. Решение о включении планетария в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО примут на 45-й сессии комитета в Саудовской Аравии. Она будет проходить с 10 по 25 сентября.